Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце, ты моя Москва. На защиту ее, столицы, сердца нашей Родины встали летом 41-го и стар и млад. Одни в составе регулярных частей, другие, кто призыву не подлежал и мог остаться дома добровольно. 6 июля в Щелкове отмечается День памяти народного ополчения. Памятное мероприятие всегда проходит на мемориале воинам-химикам на улице Заводской. Неподалеку от этого места в клубе химзавода и находился призывной пункт, где записывали в ополчение. В соответствии с постановлением военсовета Московского военного округа о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и области. Но шли не по бумажке, по зову сердца. Уходили самые отважные, самые мужественные люди, которые встали горой на защиту своей страны. Вечная память героям, которые смогли для нас выстоять это прекрасное солнце и светлое небо. Ополченцы, они пошли добровольно, без повестки, добровольно пришли от 17 лет. И колхозники, и служащие, и инженеры, и студенты. Они все осознавали всю значимость. И каждый вносил свой вклад в общую победу. Одним из первых записался добровольцем на фронт Иван Плюснин, отец Нины Ивановой, которая каждый год приходит сюда почтить память ополченцев. Я провожала отца 4 числа из нашего города, чтобы отец быстрее возвращался домой. Отец не вернулся. Из 600 добровольцев 6 июля 1941 года был сформирован Щелковский батальон народного ополчения. Он вошел в состав 3-го полка 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Командиром был назначен начальник милиции поселка Лосино-Петровский, старший лейтенант запаса Федор Силаев. В районной газете «Коммунист» от 24 августа 1941 года был опубликован боевой привет ополченцев землякам-щелковцам. Они заверили, что будут биться с врагом, не щадя своих сил и самой жизни. Слово сдержали. 19 сентября дивизия приняла боевое крещение у озера Селигер. Щелковский батальон был ее ударной силой. Врага к Москве не пустили, но из 600 щелковских ополченцев большинство навсегда остались на поле боя. Память всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины от фашизма, почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы сотрудники предприятия «Щелково-Аграхим», представители ветеранской организации микрорайона «Центр», ребята и девчонки из движения «Юнармия». Ирина Микеда, Виктория Мельник, Щелковское телевидение.